Всем большой приветик! Сегодня эти тюльпанчики как раз распустились, от которых мультира отсаживали, заразные. Вот такого вот они цвета, красненького, остренькие. Они маленькие, симпатичные. Я сейчас ездила на одно интересное мероприятие, в общем, на девичника, можно так сказать. Очень мне понравилось, не стало там ничего снимать, и, если честно, я себя чувствовала поначалу даже как-то неуютно. Знаете, как там была моя знакомая, одна-единственная, и она так знакома, со мной как бы один раз мы с ней виделись. Ну, то есть как бы не сильно знакомая. И я себя чувствовала поначалу даже как-то неуютно, как будто вот такое чувство, даже не знаю, как описать, как будто я в дорогой магазин зашла без денег. Ну, вот как-то внутри всё некомфортно. Хотя я сама записалась, сама туда пошла, сама поехала, я понимаю, что это мне нужно. И вообще даже мероприятие немножко перепутало, я думала, я на другое еду. Но всё это оказалось не случайно абсолютно, потому что там был мастер-класс, который мне нужен был. И вот в прямом смысле именно этот мастер-класс мне и нужен был. Я думала, я еду на мастер-класс по изготовлению свечей из воска, а в итоге я попала на мастер-класс по психосоматике. Это было очень интересно. В общем, даже не мастер-класс, а как бы лекцию по психосоматике. И она меня очень задела. И мне очень понравилось. И я потом прямо раскрепостилась и вопрос начала задавать. В общем, было очень интересно. Сейчас приехала домой. Сергей тут с детьми оставался один. Не знаю, что они тут наделали. Там они что-то копают. Очень долго вчера целый день копали, сегодня копают. Там Сергей все помогает. Смотрю, лапка здесь бегает. Как дела у вас? Ого, как вы много уже выкопали. Смотрите, ничего себе. Это что за новый приборчик интересный? Пищалка. Пищалка. Что за такая пищалка? У меня экран от камеры все уже сломался. Он почти отваливается. Плёж ты и гладил струк. Что за новый прибор? Что он делает? Золото ищет? Да. Смотри. А, это уровень. О, перестал пищать. Значит, золото здесь. Это уровень. Я поняла, Сереж. О. Ну, сейчас смеешь. Степа пищит, папа, да? Это на ржавчину он реагировал, Настя. Посмотри. Лапа тут тоже лежит, помогает, да? В общем, у нас тут раскопки. А вот там кустик малинки торчит один. В прошлом году там созрело в конце осени. Не, не в конце осени. В конце лета созрело несколько малинок. Я помню, дети так радовались. Малинки 4, наверное, было. Степочка тут. Ты лапу кормишь, что ли? Ходишь? Смотрите, какую красоту я сделала. Вот такой вот котик. Я уже показывала, как я его вышиваю. Я сейчас его упаковала. Пойду отправлять. Вот такое полотенце. Мужское. И вот такое женское. Красота. Это все одна посылочка. Пойду сейчас все это отправлять. Почта у нас работает. Так что, я думаю, через дней пять это уже будет в руках того, кто это все заказал. Я обожаю вот этот рисунок. Вот почему-то из всех мне именно он больше всего нравится. Из всех рисунков, которые я на полотенцах вышиваю. Он такой интересный. Все эти загогульки и цветочки вот такие милые. Притом цветы в любом цвете очень красиво выглядят. А этот рисунок, я уже говорила, самый популярный среди мужских полотенец. Вот почти все его именно просят. Притом я на выбор каждый раз разные предлагаю. Но всегда останавливается выбор именно вот на такой короне. Но она правда очень классно выглядит. Я сейчас пойду, наверное, с детьми вместе все это отправлять. А еще у меня два извещения. Нужно будет получить еще посылочки. Кстати, по поводу бровей. Я уже к ним привыкла. И они уже не такие яркие. Мне очень нравится, как они выглядят. Сейчас поближе покажу. Мне кажется, они мне очень идут. Я сейчас выложила влог, где сказала, что Никитка пока не умеет такие картинки смотреть. И мне написали совет, как научить. Сейчас будем пробовать. Ну-ка, Никит, смотри. Берем вот так, ставим картинку. Теперь, Никит, смотри на свой кончик носа до тех пор, пока кончик носа не исчезнет из виду. Как только ты его перестанешь видеть, смотри на картинку. Я вот так... Она сначала сдвигается, потом раздвигается. Вот когда ты смотришь на кончик носа, когда кончик носа исчезнет у тебя, посмотри на картинку. Я поднял глаза и вот так как-то... Все быстро исчезло, потому что ты начал смотреть детальки картинки. А надо поднять глаза и постараться оставить глаза в том же положении, как ты только что держал их, когда у носа. Ничего не вижу. Еще один способ. Надо подставить к носу, да. И медленно-медленно отводить, но на нее не фокусируется. Отводить просто от носа. На размытую картинку получается. Вот так и должно быть. Смотри на размытую картинку внимательно. Вот на размытую смотри как раз таки. Она сначала будет размытая, а потом она появится. Вау! Да получилось! Здесь... Вау! Здесь какая-то груша. Рыбка, рыбка. И еще внизу там сразу три слоя. Вау! 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 А там как будто сгибается снизу. У меня получилось! 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 Вау! Там была такая инструкция, но у Никиты раньше не получалось, а вот сейчас получилось. Да заверни ее пополам. Назад. Назад? Да, да. Вау! Вау! Здесь какой-то ключик. Такой огромный вот здесь палочка. И здесь молоток нарисован! Угу. Объемная картинка? Да, объемная. Вот здесь вот Ань, здесь рамка. Смотрите, вот так идет, вот так идет, вот так идет, вот так идет. И здесь что-то нарисованное. Ну, через камеру, Никита, все равно не понять. Ой, в общем, сейчас посмотрю сам. А мне нравится! Да. Никитуль, неси новый журнальчик с жуком, покажем. Вот такой новый журнал у нас. Это тоже производит Мадимилу. Здесь настоящие жуки. Тут жуки в акриловом блоке. Я сейчас это распечатываю, вам покажу. Эти жуки настоящие. Планируется 60 выпусков. С 11 мая они поступили уже в продажу. В киосках Союз Печать можно найти. Также на Озон можно купить, как и те фокусы. Здесь в каждом выпуске об одном жуке рассказано. И вот этот же жук вот в таком блоке акриловом. Вы, мне кажется, уже заметили, что наши дети очень любят различных жуков. Теперь они будут знать их название. Здесь и про их жизни, и про их строение, что где находится. Все очень подробно рассказано. Но самое интересное, что можно коллекцию собирать. Вот дети обожают всякие коллекции. Это вот прям то, что нужно. И на последней страничке еще небольшие игры. Миш, смотри, какой у тебя журнальчик. Держи. Никита убежал смотреть картинки. В общем, жука. Степ, хочешь открыть? Да. Сейчас достанем жука такого. Он питается гусеницами. Нет, Миш, это он сам из гусеницы превращается в жука такого. Давай потом почитаем внимательно. Ну-ка, Степ, покажи. Смотрите, какой красивый он так блестит. Степ, жук настоящий. Степе понравилось. Он, кстати, легкий. Он не в стекле, а вот именно в акриле, поэтому он не такой тяжелый. Степ, ну да, Миша тоже, он тоже хочет. Давай посмотрим вместе. Пойдем на свет посмотрим, какой он красивый. Мишуль, пойдем. Смотри, Миш, какой красивый. На свет вообще очень блестит так здорово. А в следующем выпуске красный какой-то. Ты чего поцеловался? А в следующем божевая коровка? Нет, там не божья коровка. Там что-то красненькое, но большое такое же. Божья коровка. Он просто красный, Миш. Миша сказал на этого жука божья коровка. Миш, пёциокорис широкий. Вот как называется этот жук, представляешь? Он, кстати, примерно такого же размера, как этот. Мам, а как этот называется? А читай, что написано. Я не знаю. Давай, прочитай по буковкам. Бронзовка золотистая. А я. Бронзовка золотистая. Да, бронзовка золотистая. Бронзовка. Бронзовка? Бронзовка золотистая. Я тоже неправильное ударение сказала. Ну, я не знала, как называется этот жук. Бронзовка золотистая. Кстати, сейчас Степова пару раз уронил прямо об плитку. И я так обрадовалась, что это акриловая штука, потому что стекло бы, мне кажется, уже бы разбилось. А это всё целое осталось. Здорово. Можно прям коллекцию собирать будет. На почту мы сходили. Посылочки получили. Степа залез в велосипед свой. Говорит, я на коляске поеду на почту. Говорит, что за коляска? Уже большой. Мы просто давно уже на коляске не ездили. А он показывает на велосипед. Ну, на этот. Говорит, я на коляске поеду. Говорит, ну, поехали. В общем, мы теперь на велосипеде ездим. А Никита дома остался прямо перед выходом. Лапочек с котом начали бегать друг за другом, что ли, или от кого-то. И кот сшиб Никиту. И Никита так упал прям ногой об угол там кирпича. Свёз себе ногу. Сказал, что он никуда не пойдёт, естественно, потому что у него ножка болит. В общем, Никита остался дома. А мы со Стёпой, с Мишей гуляем. Посылочки, которые мы получили, я там как раз получила свои золотые нитки, которые ждала несколько дней. А во второй коробочке у меня как раз-таки подарок для Никиты. Вот, потом покажу. У нас в Волгограде началась сирень цусти. Такие кусты красивые везде. Всё. Уже солнышко садится. Идём домой. Стёп, идём домой уже. Стёп начал говорить, что ему холодно. Хотя, на самом деле, не холодно. Вообще, люди очень странно одеты. Некоторые, наверное, с днём выходили на улицу и идут в футболках, а некоторые прям в куртках уже тёплых. Хотя, сейчас вот оптимально вот так вот. Как Миша сейчас одет Стёпа, идеально. Футболочка, сверху кофточка. Вроде не холодно и не жарко. Ну, сейчас солнышко вот уйдёт, будет уже прохладно. А Стёпе холодно, потому что он сидит и не дёргается, и не двигается. Всю дорогу вот так вот просидел без активности. Миша, тебе холодно? Нет. И мне не холодно. Я помню, в прошлом году мы когда только забронировали, можно так сказать, наш дом. Мы сюда приезжали проверять периодически его. Вот один раз приехали, а вот этот куст, он тоже так красиво цвёл. Я в нём специально Сергей говорю, Серёжа, остановись, пожалуйста. Вот тут Сергей остановился и говорит, сфотографируй меня. Я не знаю, чей это куст. И не рядом с нашим домом, но вот он по пути, он такой красивый. Я в нём в прошлом году фотографировала, стояла. А мы когда цену дома узнали, когда торговались, он говорит, ну можем сделать скидку либо деньгами, нам уступили 400 тысяч. Мы купили дом за 6 600, а так он типа 7 миллионов стоил. Либо мы можем, говорит, вам дорогу до перекрёстка нормально сделать. Видите, какая дорога, просто дудуф-дудуф. Вот это вот. Я говорю, мне лучше деньгами. А ещё предложил нам, что могут построить нам мангальную зону, зону на барбекю, вот такую. В итоге мы деньгами, естественно, выбрали. Но теперь я каждый раз вспоминаю этот. Можем вам дорогу до перекрёстка сделать нормальную, засыпать. Ой. Вот так. Я говорю, ну ладно, пусть дорога будет касаясь, зато детей точно не собьют, потому что тут не разгонишься больше, чем 10 км в час по такой дороге. Вообще, конечно, у нас красиво по улице. И мне нравится то, что именно по нашей улице идут фонари. Вечером здесь не темно. Вот в других переулках прям реально можно завернуть и сразу темно становится. У нас фонари, они не часто, но они есть. И это прям большой плюс. Ну и сама улица такая ухоженная. Здесь везде всякие цветущие деревья. Красиво, симпатично. Ну а с другой стороны у нас, чтобы до дома добраться от улицы, тут надо пройти метров 200. Вот. Даже меньше, метров 100, наверное, надо пройти. И мы уже дома. Я, значит, пока всё это вам рассказывала, Стёпа чуть не уснул. Всё, сидит, шатается, засыпает. Я говорю, Стёпа, рано ещё спать. Он сегодня днём не спал. Рано, говорю. Так, Стёп, не спать, пожалуйста. Мы уже почти приехали. Видите, прям шатается, как осенний листочек. Где мой сладкий? Мой хорошенький. Здесь белая сирень скоро будет цвести красиво. Только почки. А у нас перед домом прям должна была быть красивая сирень тоже. Но что-то она не цветёт. Там Андрея машина, я смотрю, стоит. Ещё не уехал к нам. Андрей приехал до того, как я ушла. Ещё не уехал, смотрю. Вот сейчас Мишин от меня находится метров в пяти. А кажется, что его уже не видно. Вот реально, кажется, далеко-далеко. А тут вот, правда, шагов десять до него. Вот это эффект камеры всё-таки такой. Что на камере, кажется, реально расстояние намного больше. А на самом деле оно небольшое. Подошла снять цветочки, которые вчера пересадила. Вот один вообще, по-моему, умер. Не знаю, умер или нет. Эти вроде ещё живые. Но они не распускаются. Вот, если бы они там были, они бы, наверное, уже распустились. А сейчас не распускаются. Ну, посмотрим. Не выживут, значит, судьба. Так, мы уже разобрали одну посылочку. Смотрите, какой прикольный тут зайчик. Классный такой. Стёп, это для тебя крылышек такой. А вот такой вот подарок был для Никиты здесь. Но это ещё не все подарки. Я могу вам по секрету рассказать, что точно такой же я буду в ближайшее время прозыгрывать на канале. Буду делать обзор этих часов. И потом для вас устрою розыгрыш и кто-то будет обладателем точно таких же часов, как у Никитки. Здесь очень много функций. Вообще очень интересные часы по описанию. Будем сейчас пользоваться. Будем разбираться в них. А потом я вам сделаю обзор. Крошек, да? А у тебя, Мишуль, тоже часики новенькие? Да? И у Мишеньки новенькие часики такие. Что мои инструкции? Попробуйте. Попробуйте. Я не хочу подчиняться. Попробуйте. А я не хочу подчиняться.